как всегда порекомендовал youtube очередной болван канал никогда не встречал центр поддержки садоводства называется на экране профессор бабушка божий одуванчик и вещает вы грушу обрезайте осенью потому что весной забот полон рот не успеет бабушка из той эпохи совейской когда мучили людей в колхозах рабским трудом всю зиму заставляли грязь месить в южных районах садах по пуду по полпуда на сапоги и аргументы такие же народу мало чтобы весной успеть обрезать сады большие колхозные вот кто тот народ колхозный извел еще вопрос главное план по обрезке выполнить перед райкомом отчитаться ну а яблоки то и другие фрукты если что за границей купим осенью скубенты выручали работники городские армейцы а весной не хватало лютку вот для чего выперлась профессор на youtube осенью одну грушку карликовую обрезать непонятно всех дел там отрезать три побега 30 секунд ну и заодно урожай отрезать вот только тронь грушу обрезкой моментально израстет волчками позднее вступит плодоношение обрезать руши да не только груши молодые деревца с осени нельзя известно любому даже шкаляру троечнику и регулярная обрезка укорачивания в эпоху подцепления ведет к ранней гибели деревьев в карликовых садах вот я как раз на территории этого сада карликового нахожу где он был за 10 лет пропал именно груша только на сильно рослых подвоях в эпоху потемления могут как-то плодовые деревья дольше жить так вот тут в карликовых садах уже доказано известно что от обрезки пропадают деревья все от обрезки сокращается корневая система она и так мизерная а в условиях жары засухи это гибель деревьев и осветлять грушу не надо как ни крути это растение из леса лесная культура вот я и притянил ее ломоносом такая листопадная лиана не дал вернее не вывел его и и вот они живут друг с другом в себе симбиозе вот рассуждает об осенней обрезке еще один деятель ютуба шура балаганов иван русский бородка ленинская как у белевича что не борода то и понятно и блеск в глазах такой глаза пройдочные на фоне безурожайного сада как всегда машет руками и рукоблудствует призывая делать обрезку в период покоя с октября по декабрь вот в октябре покой наступает вы слыхали хочется сказать словами жоржа милославского ивану васильичу ой умник неведомо видимо ивану умнику что нет сейчас у большинства культур периода покоя настоящего по причине потепления течение зимы температурные качели известно то холод то вот теперь и бред этот о полезности осенней обрезки ведет к гибели деревьев выступает иван на супер болван канале про цветок ни одного правильного видео фигурно машет руками на пару с кандидатом около всяческих наук увешан наливания каким-либо академическим титулом не ведаю но как говорили в старину до физики краевича не добрался видимо а теперь почитаем умные книжки главное сейчас резкость навести постараюсь так 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 однако и здесь а тем более средней зоне плодоводства после обрезки выполненной осени в первую половину зимы устойчивость деревьев к низким отрицательным температурам существенно снижается суровые зимы усиливается и сушение и повреждение тканей особенно вблизи ран обрезка еще более рискованно для косточковых пород и молодых деревьев яблони и груши вот тут о персике говорится что лучший срок это фаза бутонизации но это немножко не так осень и первая половина зимы неприемлемый срок для обрезки ослабленных деревьев правильное определение срока обрезки особенно важно для молодых насаждений то есть примерно то о чем я и говорю основываясь на своем немаленьком опыте сыне ошибок трудных и вот об этих каналах особенностью болван каналов а их две первое непреодолимое вот просто патологическое стремление засветить личика хоть безграмотным виноградарем в коротких штанишках хоть профессорам хотел сказать увешанным учеными бородами с кандидатами околовсяческих наук это так называемый обессивно-компульсивный синдром не тяжелая но все-таки отклонение психики но урожая нет после рукобудия и пустословия а нет его хоть у профессора которые вот эти три хвостика там обрезал хоть у кандидата вот она она обрезала на ютубе карликовую яблоньку под два миллиона просмотров а урожая так и нет яблонька сам такая невысокая по снегу ну понятно а про виноградарей с пятью накачанными кисточками устал я уже и говорить есть подозрение что эти деятели работают с кругами близкими к интеллиджен сервис и госдепу это шутка конечно все делают чтобы народ остался без урожая и смотрят это этот бред болваны горе вам не видать урожая как своих ушей